итак вот я связала резинку таким вот образом она выглядит если развернуть и сейчас мне нужно будет сделать то же самое то есть связать вот такую же резинку только замкнутая вот здесь в рукавах с места здесь уже вывязано вот она соответственно здесь нужно вязать резинку здесь размер очень большой возможно здесь нужно будет петли пропускать то есть мы вяжем резинку следующим образом вот здесь у меня один к одному я вязала ряды туда и обратно соединение делается следующим образом последняя петелька провязывается с боковой и затем еще провязывается одна петелька сбоку и не добавляя петель мы начинаем вязать следующий ряд вниз здесь же нужно будет провязывать одну петельку соединяем последнюю с боковой и затем какие-то петли возможно не все здесь надо делать расчет то есть следующие две провязываем в одну чтобы количество петель уменьшилось но я не думаю что здесь нужно много убавлять то есть посмотреть чтобы резинка была чуть чуть поменьше возможно даже у вас будет такой размер что вам нужно будет связать один к одному здесь нужно смотреть по количеству петель после того как вы резиночку свяжите здесь нужно будет связать возможно два или три ряда столбиков без накида либо прочих столбиков но я скорее всего думаю сделать как здесь то есть а сначала обвязать без добавления петель потому что здесь так широко обычными столбиками без накида и затем связать один или два ряда прочных столбиков думаю что достаточно будет одного можно даже вообще обойтись одним рядом самое главное что потом удобно было привязывать вот этот вот узор то есть вы свяжите опять также привяжите мех вот в этой части и затем нужно будет связать вот этот вот ряд прочных столбиков пряжей гарус для того чтобы закрыть вот этот шов то же самое как здесь только без добавления петель